Ну, во-первых, это вопрос самому Чалову. Суть потому, что я слышал, сам Чалов ехать хочет, но если хочешь, надо ехать. Мы уже проходили историю, когда футболист засиживался и не уезжал, мы слышали о желаниях Смолова, Шатова, Дзагоева и плюс-минус каждый из них так или иначе потом переживал определенный кризис, связанный с потерей мотивации, с травмами, еще с чем-то. Но так или иначе все не уехавшие до конца, наверное, свой потенциал все-таки не раскрыли. Именно если говорить про отъезд в раннем возрасте. Ну и, во-вторых, ничто не мешает вернуться снова, если что, в аренду в тот же ЦСКА. Мы помним уйму таких случаев, но я считаю, если не попробовать себя на высоком уровне, потом будешь всю жизнь жалеть. Даже, кстати, Игнашевич жалеет, что так и не попробовал себя за рубежом. Есть примеры Жиркова, Павлюченко, Белядинова, погребника, которые сыграли заметную роль в европейских чемпионатах, но Аршавин вообще какое-то время был топ-звездой АПЛ. Что касается ЦСКА, отпускать или не отпускать, я считаю, что если предложение будет устраивать армейцев и составит где-то порядка 25-30 миллионов евро, ну там сумма будет в фунтах, ну, соответственно, это где-то, наверное, 25 миллионов фунтов, 30 миллионов евро. Я думаю, что ЦСКА надо 100% продавать, перевязывать ленточкой и отправлять в Англию первым же рейсом. Нет такого футболиста, которого невозможно потерять. Чалов, ну, при всем уважении, он не входит в число людей, без которых все ЦСКА развалится. И ЦСКА как раз тот клуб, который привык продавать. Уходил Головин, уходили Вагнер, Красич, да множество, можно вспомнить, футболистов, которых продавали. Ну, таков футбольный бизнес. Если армейцы выручат миллионов 25-30 евро за Чалова, то я думаю, ну, на треть этой суммы или на половину можно купить футболиста, ну, не менее талантливого, да еще и тоже, которого в перспективе можно в 2-3 цены продать. Поэтому я бы на месте болельщиков ЦСКА не переживал, если вдруг все-таки Чалов уйдет в это окно или, может быть, в следующее трансферное окно, например, там, зимой или летом, потому что армейцы умеют находить замену и продают именно в нужный момент, когда игрок на пике. А Чалов сейчас реально, ну, на пике, это лучший бомбардир премьер-лиги, который еще и ударно начал новый сезон.